Мечта Барнаульского учительницы Натальи Карасевой самая обычная. Хотя бы раз в неделю уйти с работы вовремя. После уроков мероприятия, работа с отстающими, бумажная рутина. Практически вторая смена. Немного помог электронный журнал, который появился несколько лет назад. Наталья Викторовна подсчитала, что он ежедневно экономит ей два часа. Он позволяет очень быстро работать с рабочими программами. Он позволяет тут же на уроке выставлять отметки, не собирая дневники у ребят. Это позволяет прописывать домашние задания, и они дублируются. Соответственно, у меня сокращается время на запись. Это моя школа, где три года назад я работала учителем русского языка. И где меня ежедневно ждала кипа рабочих тетрадей. На проверку уходила где-то около трех часов, а затем садилась и заполняла классные электронные журналы. Тратила на это где-то около часа. Кстати, благодаря электронной системе внесения оценок, получалось сокращать время работы. Да и интернет не подводил, работал быстро. А вот страница браузера у сельской учительницы Любови Шкрет прогружается часами. Она преподает математику, почти две ставки. 34 часа в неделю – огромная нагрузка, плюс 18 часов бумажных развлечений. А куда это время по хозяйству что-то сделать? Очень-очень мало, очень мало, конечно. Большую часть своего времени мы отводим на оформление всяких бумаг. То время, которое мы могли бы использовать для подготовки, для развития, попредит, допустим, интереса учащихся, у нас уходит на вот эту бумажную всю работу. А именно она ведет к эмоциональному выгоранию, уверен краевой министр образования Максим Костенко. Большая часть бумаг – ответы спецслужбам, полиции, лишь треть – текущая учебно-методическая документация. Председателя КЗС Александр Романенко, к которому тоже обратились педагоги, с проблемой знаком. Говорит, в селах учитель может даже составлять списки на закупку дров населению. Что с этим делать, пока не ясно. А вот вторую нагрузку Костенко предлагает снизить так. На сайте нашего института развития и образования имени Топорова существует ряд сервисов, которые существенно позволяют сократить время и в то же время повысить качество подготовки учебно-методической документации. Так, по всем основным предметам существует онлайн-конструктор, как мы его называем, подготовки рабочей программе по конкретному предмету или дисциплине. В теории 15 минут и сервис выдает готовую учебную программу. Для сравнения, педагог ее пишет несколько дней, но не все знают о ресурсе. Да и многие учителя старой закалки привыкли писать от руки. Так может, выход не здесь? Госдума сейчас готовит законопроект, который в будущем может уменьшить объем бумажной работы в школах. Возможно, тогда уходить с работы вовремя педагоги смогут не только в день учителя.